всем привет вы на канале крипто комманс знаете что самое главное в любом деле в принципе но и в трейдинге тоже это соблюдать два правила первое не торопиться и второе не затягивать не торопиться входить в позицию и не затягивать с выходом из нее согласны очень часто ведь мы с вами торопимся заходим раньше времени а потом потом цена идет нашу сторону и мы пересиживаем и снова она идет против нас а казалось бы так все просто если не усложнять еще очень важно кстати знаете чего никого не слушать даже меня но если уж вы меня слушайте давайте я вам расскажу как я это понимаю в чатах пишут там разводят панику что все там мы полетим еще ниже или что мы никогда не упадем и когда начинаешь прислушиваться к мнению людей а оно как правило полярное то начинаешь лосить вообще безбожно потому что ну входишь выходишь не там там кроешь убытки так что ребята вот такой вот вам дружеский совет никого не слушайте слушайте только себя то есть смотрите видосы читайте аналитику пропускайте все это через себя но также и выпускайте это легко и делайте только то что вы сами считаете нужным что касается биткоина что я сам вижу сейчас дамы в даун тренде в локальном до четырехчасовик вот мы как бы на самом деле от сетки и мои рима натверглись и продолжаем падать и я бы сейчас вам сказал что это медвежий рынок что мы идем ту за дно и так далее но нет ребята не совсем так смотрите очень сильные свечки объемов были на вот этом падении и нарисовалась дивергенция желтой точкой она конечно здесь тоже была дивергенция желтой точкой но объемов таких не было такие сильные объемы обычно сигнализируют о том что все как бы это был сильный импульс возможно он был финальный короче говоря я думаю что сейчас мы все-таки продолжим движение наверх вот при том что я по моему уже один из последних кто так думает если мы посмотрим в долгу на биткоин друзья то мы видим с вами что мы очень очень перепроданы посмотрите мы находимся ниже чем дно логарифмического канала исторически такие места были максимально пригодными для покупок в принципе одно такое место было это коронадамп остальные разы мы просто по дну канала накапливались и если убрать логарифмическую шкалу то выглядит это все вообще прекрасно смотрите у биткоина тут потенциал для роста просто огромный как бы мы можем еще конечно какое-то время понакапливаться здесь походить там ниже выше но в целом то вот у нас потенциал роста чем дольше мы будем расти тем лучше потому что верхняя граница канала будет сейчас она там в районе 180 тысяч а потом она будет 200 250 300 и так далее если вы посмотрите назад то в принципе биткоин имел тенденцию постоянно накапливаться внизу канала а потом что делать выстреливать сначала к середине канала а потом к его вершине потом снова падать накапливаться внизу канала снова выстреливать середине и вершине и потом снова падать медвежьем рынке накапливаться и и снова смотрите добираться до середины этого канала и по этой логике добираться до вершины этому все еще в долгосроке биткоин это прекраснейший актив. И все, кто говорят, что это там типа рисковый актив, спекуляция, что сейчас будет финансовый кризис, и биткоин упадет. Слушайте, ну, может быть все, что угодно, но на самом деле он может так же легко и вырасти, потому что биткоин, хочу вам напомнить, был придуман как ответ на мировые финансовые кризисы, в частности, кризис 2008 года. Вот, соответственно, биткоин – это хедж от инфляции, как и золото, как и серебро, как и лайткоин, как и дэш. Но почему-то они пока не растут, вы скажете, да? Вот. Типа фондовые рынки падают, драгметаллы падают, растет только доллар. Но, друзья, это ненадолго. Надо понимать, что в долгу все-таки растет не доллар, а биткоин, иначе бы он, ну, вот этот график выглядел бы наоборот, вот так вот. А так вот выглядит именно график доллара в биткоинах, то есть доллар падает в биткоинах. И сейчас доллар отскочил, посмотрите на это так. Доллар сделал оскок дохлой кошки и дальше стремится все-таки к нулю. Соответственно, биткоин стремится в бесконечность. Все, как мы с вами и обсуждали в предыдущих наших видео. Помните, какая эйфория была вот здесь, когда биткоин прописывал 60, там 70 тысяч? А какая паника сейчас, какой страх? Мы видим экстремальный страх. Поэтому я думаю, что все будет нормально с крипторынком. Естественно, не совсем крипторынком. Кучу скаму у нас тут представлены на CoinCap. Все вот эти вот топ-10, они, скорее всего, улетят вниз. Вон с Тезером, видели, что происходило? Тезер начинает скамиться вслед за UST. Падал до 0.90 с чем-то. И нифига не безопасно в стейблкоинах держать, ребята. Безопасно держать в биткоине и в тех криптовалютах, в которые вы верите. Жестко ограниченных криптовалютах. Эфир, к слову, кстати, не жестко ограничен. У него нету финального количества монет в коде. Его могут, в принципе, сколько угодно еще майнить и так далее. XRP тоже, на самом деле, не особо жестко ограничен. Жестко ограничены биткоин, лайткоин, Dash, которого всего сейчас 10,5 миллионов, а максимум будет 19, 18,900, если быть точнее. И надо понимать, в чем вы хотите держать. Насчет Dash, кстати, тоже очень интересная тема. CoinTelegraph опубликовали большущую статью про то, почему криптофонды инвестируют в Dash. И здесь очень много информации полезной, я вам хочу сказать. Вы можете сами нагуглить эту статью, почитать, если понимаете английский. Но тут сказано вот что. Вот эти все фонды уже инвестируют в Dash. Dash набрал 44 тысячи процентов с момента своего запуска. То есть он все еще на очень хороших хаях с 2014 года. Это одна из самых старинных криптовалют. И в нее все еще очень мало, на самом деле, инвестировали, как мы видим из этой диаграммы. Из запросов всего 10 процентов инвестировали в Dash. Вот такие вот фонды. И тут внизу есть очень интересные картиночки, что сейчас происходит с Dash. Вот. Для всех хейтеров могу сказать, что Dash 2014 года показал себя как очень работоспособный блокчейн. Его ни разу не ломали. Туда невозможно вбросить миллиарды эмиссий, как в Terra Luna и соскамить его. То есть он очень-очень хорошо работает. И вот тут интересный анализ проведен, что Dash у нас с вами только-только вышел из накопления в прошлом году. И вот сравнивается его график с графиком эфира. Фигуры похожие. И потенциальный пробой вот этой зоны будет нам говорить о том, что Dash идет на новый all-time high. Вот график эфира и график Dash. Это называется U-shape recovery. То есть восстановление в форме буквы U, да, или такой рампы для скейтборда. И посмотрите, ведь действительно потенциал огромный. Так что я хочу просто сказать всем, кто держит Dash, не вздумайте продавать его на лоях. Вы потом себе спасибо скажете, что его додержали. Вон, Cardano тоже, посмотрите. Никому не нужное дерьмо, на самом деле, в отличие от Dash. Но посмотрите, как эксанулось прошлого цикла. Тоже по этой форме. Вот. И касательно Dash, что хочу сказать. Торгую его на бирже KuCoin. Здесь он есть и Dash к биткоину, и Dash к доллару, и в кросс марже, и в изолированной марже, для тех, кто понимает, как с этим работать. А сейчас ввиду ограничений для пользователей из России с банковскими счетами, там, с банковскими картами, P2P и так далее, кто использует P2P, на KuCoin есть очень хороший вариант пополнения счета. Вы можете вносить депозит крипту, а можете депозит фиат. И если вы вносите депозит фиат, здесь есть функция внесения с помощью Advanced Cash. И обратите внимание, 0% комиссия. 0% комиссия, если вы пополняете Advanced Cash, ссылку на KuCoin и на Advanced Cash вы найдете в описании под видео. Вот. На Advanced Cash, собственно, вы можете вносить наличные средства с карточек Visa, MasterCard. За это вы будете платить 3,5% комиссии. А для депозита на KuCoin 0, то есть всего 3,5% комиссия. Я вам хочу сказать, что это очень-очень хороший вариант, потому что в обменниках и в P2P вы платите иногда и 10, и 15% на разнице курса. Так что изучите этот момент, сделайте себе аккаунт на Advanced Cash, если у вас еще его нет, по ссылке из описания. И можете пополнять с помощью этого KuCoin с нулевой комиссии и дальше торговать уже на спорте там или на марже, как хотите, короче, это уже дело ваше. Вот. Dash к битку тут есть, Dash к доллару, другие все валюты, Chia, которая скамится безбожно. Все тут есть. Вот. А по поводу рынка, ребят, ну, что я могу сказать? Да, страшно покупать, но это ж хорошо, вы сами знаете. Да, много сейчас очень народу хейтит, говорят, что там Гриня был неправ и так далее. Ну, блин, время покажет. Слушайте, как только мы развернемся и начнем лететь наверх, все сразу будут говорить, о, Гриня молодец. Поэтому я не напрашиваюсь на похвалу там или на хейт, мне вообще пофигу. Я вам говорю, что я делаю, как я этот рынок вижу. На мой взгляд, рынок все еще бычий, даже несмотря на вот этот перелов. Это у нас расширяющийся такой быковик и это у нас была волна, это коррекция и нас ждет следующая волна. Поэтому, друзья, вы, конечно, всю эту информацию переварите, а поступайте дальше сами, как чувствуете. Хотите, шортите. Если вы не верите в крипту, зашортите ее. Я бы сам пошортил, на самом деле, какие-то перекупленные щиткоины, которые все еще на хаях. Но это явно не про Dash, не про Litecoin, не про Bitcash. Это скорее про Solano, Manu, Matic, Nier Protocol и так далее. Вот. Так что, ребята, короче, почаще отвлекайтесь от всей этой суеты, от графиков. Я вот, например, покатался на велосипеде по ночному Дубаю, дико кайфанул и тоже думал несколько раз, что надо закрыть все позиции, а потом подумал, блин, сейчас закроешь, оно ведь улетит без тебя сразу на 35 или на 40. Поэтому я снова все открыл, сижу, ручной стоп, если что, буду перезаходить ниже. Вот такие вот сегодня мысли. Надеюсь, что было кому-то полезным. Все ссылочки в описании. KuCoin, AdvancedCash, Femex, Bybit. Криптообменники тоже хорошие. Всем профитролей, удачи в торговле и до следующей встречи. Пока.